Ещё больше интересного, любопытного, важного. И ещё больше вашего доверия. Вашего доверия. Темпы добычи ресурсов силами компании «Газпром» замедлились. Итогом 2013-го стали 487 миллиардов кубометров газа. Треть голубого топлива транспортировали за границу. Экспорт вырос на 16%. Большая же часть пошла на нужды России. При этом некоторые регионы имеют задолженность перед «Газпромом». Это центральная часть страны и Кавказ. В планах у компании расширение внутреннего рынка за счёт развития нового направления сбыта природных ресурсов – автомоторного топлива. Кстати, транспортировку практически половины добытого газа обеспечили сотрудники предприятия «Газпром Трансгаз Сургут». За два года не было несчастных случаев на производстве. То есть, вот это вот большое достижение. Ну, конечно, выполнены все планово-контрольные показатели. По доходам, по расходам. Объём транспорта увеличился по сравнению с 2012 годом на 5% и составил 244 миллиарда метров кубических. Отметил Игорь Иванов и перспективы развития Большого «Газпрома». К ним он отнёс строительство отдельных заводов и разработку новых месторождений. Причём как газа, так и нефти. Перед Новым годом первая нефть на приразломном месторождении «Газпрома» добыта, несмотря на переписы и прочие там инсинуации. Запущено Киринское месторождение, уникальное месторождение на шельфе Сахарина. То есть, достижений много, «Газпром» уверенно движется вперёд. Киринское месторождение